Всем привет, друзья! С вами Полина, мы с вами давно не виделись. Дело в том, что у меня некоторые траблы на работе, они продолжаются, и несмотря на то, что я уже перешла в другое отделение, у меня уже другая должность, и выходных, по идее, должно было быть больше, но больничные, которые накрыли вообще наш банк, мне кажется, наш регион, просто как лавина, они не дают возможности продохнуть, и постоянно приходится работать. И мы с вами не виделись уже неделю, и не снимала я целую неделю, даже, наверное, больше. У меня такое ощущение, что я не снимала недели две. Не помню точно сколько, но целую вечность, мне кажется, я уже не села так за камерой, и поэтому даже немного как-то непривычно, что ли. Очень много было работы, предыдущая неделя была просто адовая, я думала, я умру, но я здесь, все хорошо, даже немножечко приболела, прихандрила от такого большого объема работы, но в целом мне пока все нравится, и я рада, что такие изменения в моей жизни произошли, но такой интенсивный труд, наверное, конечно, благотворно на хобби, благотворно на канале не сказался. Очень надеюсь, что вы рады меня видеть так же, как я рада видеть вас, и сегодня я хочу рассказать вам несколько интересных вещей. Во-первых, я поделюсь с вами теми книгами, которые сейчас читаю, расскажу вам про активности, которые планируются на ближайшее время, марафоны, в которых я уже участвую или в которых только планирую поучаствовать. Наверняка уже вы из превью или из названия ролика поняли, о чем будет сегодня идти речь, и, наверное, мы с вами как раз-таки начнем с марафонов. Во-первых, марафон Октябрьский Брэдбери продолжается, осталось совсем немножечко времени, и мне осталось дочитать одну книгу из заявленных, которые я планировала. Я буду читать вторую часть голливудской трилогии, которая называется, я постоянно забываю, как она называется, «Кладбище для безумцев». Там достаточно интересная история, я уже вам вкратце рассказывала, про какое-то странное видение. В общем, такие же герои, как я понимаю, писатель и детектив будут расследовать какие-то новые убийства, какие-то новые невероятные происшествия. Все это будет в духе такого голливудского, точнее, даже не в духе, наверное, в антураже голливудских мест, кино. Его будет достаточно много, насколько я понимаю, в этой книге. Надеюсь, что она мне понравится так же, как и другие книги Брэдбери. Я уже прочитала сборник рассказов «Октябрьская страна» и также роман из «Праховоставшие». Оба, и сборник, и роман мне очень понравились, но об этом, конечно, я буду рассказывать вам в прочитанном. Очень надеюсь, что и вторая часть голливудской трилогии произведет на меня благотворное впечатление. Я, во всяком случае, жду чего-то такого необычного, мрачного, и с удовольствием опять в миры Брэдбери погружусь. И немножечко я теперь расскажу вам то, что я читаю в данный момент, прежде чем мы с вами дальше будем продвигаться по марафонам. Вот именно мой марафон «Октябрьский Брэдбери» проходит абсолютно успешно. Я очень рада, что я решила его провести. И вот эти миры Брэдбери, они очень здорово перекликаются с осенней атмосферой, и с моим настроением, и как-то помогают мне отвлечься и развлечься. Я, в общем, в восторге, как всегда, от этого писателя. Что я читаю еще? Я продолжаю потихонечку, уже, на самом деле, давно не бралась за чтение саги «Королевские убийцы». Я просто в предвкушении начала читать первую книгу, и я действительно в восторге. Прочитала пять глав, очень мало, и как-то пока, конечно, забросила, потому что у меня марафоны, какие-то планы, опять эта работа безумная. Но я, безусловно, буду продолжать. Робин Хобб не перестает меня удивлять, и этот цикл действительно очень классический, очень здорово написан, и такой какой-то полный интриг, чего-то такого необычного, под коверные игры. Я, в общем, пока в восторге, мне очень нравится и язык, и мир, и герои. Посмотрим, что будет дальше. Но я пока прямо в предвкушении, и у меня большие надежды на эту книгу. Ну и я продолжаю также читать «Нонфиг. Невидимые женщины». Я его очень постепенно читаю. Уже половину прочитала, как вы видите. Где закладка? Вот она, действительно, половина книги уже позади. Я на главе девять. Потихонечку читаю, отмечаю то, что мне интересно. Много мыслей вызывает у меня эта книга. Я пишу и на полях, и подчеркиваю все это текстовым делителем. В целом, хороший научпоп, интересный, такой профеминистический. И я дальше планирую читать какие-то книги, связанные с этой тематикой. Но сейчас, из-за просто нехватки времени, из-за того, что хочется читать что-то более развлекательное, наверное, не заставляющее сильно много думать, я пока эти книги отложила. Ну, именно научно-популярные. Но следующий ролик, кстати, будет в основном посвящен научпопу, потому что мне коллеги из отделения, из которого я переходила в другое отделение, в общем, подарили сертификат в буквоет. И я накупила там кучу научпопа, которым буду с вами делиться. Замечательный заказ получился. Такие вот, знаете, подарки и на день рождения, и просто какие-то вот на переход из одного отделения в другой. В целом, я осталась, конечно, в восторге такого подарка, и очень рада, что смоглась мне некоторые книги позволить и найти вообще их. Но об этом в следующем видео. А сегодня я еще хочу рассказать вам о том, что я посмотрела фильм Дюна, мы сходили с родителями в кино, и я осталась под таким большим впечатлением, я многого не ожидала. Я уже читала Дюну достаточно давно, лет пять, может, три назад. И я помню, что в первый раз прочтение Дюны не произвело на меня такого большого впечатления. И, наверное, мои мысли были схожи с мыслями Алины с канала «Читать нельзя сжигать». Она не так давно рассказывала про Дюну. И вот очень-очень похожи у меня были впечатления. С одной стороны, мне очень понравился мир, а с другой стороны, я не помню, чтобы я была в восторге как-то от героев. Но сейчас, посмотрев фильм, я так вдохновилась, он мне так понравился. Он оказался таким каким-то, знаете, очень атмосферным, что я прямо на волне вот этого вдохновения скачала себе Дюну, начала ее читать. Я не смогла найти Дюну в приемлемом для меня издании. Мне очень-очень хотелось, знаете, чтобы у меня было все сразу, все серии, которые были написаны Фрэнком Гербертом, даже не все серии, а все романы, потому что там есть огромное количество в этом мире романов, написанных другими людьми. Вроде даже сын его продолжал его творчество, дописывал некоторые романы. Но вот мне почему-то хочется ознакомиться, конечно же, в первую очередь с книгами, которые написал сам Фрэнк Герберт. И вот эти огромные издания, знаете, когда они вот такой вот толщины, где все про Дюну, вот я их не нашла, но я смогла найти их в электронном виде. Я скачала себе вот такую книгу, где-нибудь здесь вам оставлю картинку. Вот так она выглядела, когда издавалась в бумаге. И там все серии Дюны, у меня, по-моему, даже где-то есть полное название. Хроники Дюны, по-моему, она называется полностью, чтобы вас не обманывать. Все Хроники Дюны, это авторский сборник. И он действительно гигант, огромная-огромная книга. И я прочитала уже на момент съемки этого видео Дюну и осталась под большим впечатлением. Я не думала, что эта книга произойдет на меня такое сильное впечатление. Во-первых, фильм оказался снят очень близко к книге. Там, получается, весь этот фильм занимает половину первой книги всего лишь. Но он прямо, вот знаешь, покадрово снят. И очень-очень мало там убрали, как мне показалось. То есть достаточно подробно и здорово все показано. И я, конечно же, в восторге. Я прочитала взахлеб Дюну, несмотря на то, что у меня куча планов, нужно много чего читать. Планируются некоторые активности, помимо марафонов, в ноябре. Такие достаточно масштабные для меня и моего канала. И нужно было уже браться за ум и начинать читать книги именно для этих активностей. Но я прямо вот этой Дюной была так увлечена. Прочитала уже первую часть. И, конечно же, буду подробнее вам рассказывать в прочитанном. Но книга оказалась намного глубже, чем я думала. Мне очень понравилась мифология Дюны. И в целом, наверное, сюжет тоже достаточно интересный. Но мир и атмосфера, они просто 10 из 10. Я на Лайфлибе поставила оценку 5. Это у меня там 5-байная шкала на Лайфлибе. И ни о чем не жалею. Мне все-таки книга понравилась. И показалась достаточно интересной, серьезной. Есть там, конечно, некоторые, знаете, нефривольности. Как бы это сказать? Упрощение, что ли. Ну вот, допустим, антигерои, они очень уж антигерои. Такие, знаете, абсолютно опустившиеся люди. Но там как будто бы все это объясняется тем, что генетически они вот как-то были все предрасположены к такому поведению. И это какое-то семейное у них сходство. Вот. Ну, достаточно интересная книга. Конечно же, подробнее расскажу вам в прочитанном. И буду обязательно дальше читать Фрэнка Герберта. Мне хочется узнать, чем все это закончится. Что же Муадиб еще интересного для нас припас? Как мне кажется, это достаточно хорошее произведение. И, знаете, достаточно крепкая фантастика. Очень много там про экологию. Очень хорошо проработанный мир. И, наверное, не знаю, конечно, я очень плохо разбираюсь в фантастике для того, чтобы какие-то категории навешивать на книги. Но все-таки скорее это, наверное, жесткая фантастика, чем просто фантастика. Ну, если вы знаете лучше, обязательно, конечно же, напишите мне. Ну, и продолжая наши сегодняшние темы для разговора, конечно же, мы здесь тоже отчасти собрались, чтобы я рассказала вам, что буду участвовать в марафоне «Три товарища». Марафон по чтению классики. Это уже пятый сезон. Девочки, которые устраивают марафон, всем известны. Это Алина с канала «Читать нельзя сжигать», Рита с канала «Margo and Red» и Маша с канала «Книжный гном». Замечательные блогеры, которых я смотрю, видео, которых мне очень нравится. И эта их активность, она для меня уже какая-то, знаете, очень близкая. И я рада в ней участвовать. Я участвовала во всех марафонах, кроме первого, потому что тогда я еще плохо вообще участвовала в каких-то активностях на YouTube и мало была знакома с другими ребятами-блогерами. И этот марафон, этот сезон будет посвящен английской классике. Я этому, в принципе, очень рада. Как мне кажется, английская классика отлично подходит для чтения осенью. Она такая, знаете, действительно очень осенняя и атмосферная. И сейчас я расскажу, что я выбрала. Но сначала, наверное, немного пробежимся по условиям. В этот раз марафон будет достаточно жесткий, в том плане, что вы должны прочитать все три книги, которые вы себе выбрали. Но и он будет достаточно легкий, потому что его можно растянуть аж на два месяца. То есть дата прохождения марафона с 15 октября по 15 декабря. 15 октября у меня был день рождения, и это был прям какой-то подарок на день рождения. Очень рада, что девочки запустили новый марафон. И такой большой срок позволит, наверное, многим людям поучаствовать. И даже можно уже будет в декабре отложить какие-то книги, которые хорошо подходят для такого новогоднего, для зимнего сезона. Я вот одну из них выбрала. Какие авторы у нас в этот раз будут присутствовать? Как всегда, тут будет два обязательных автора и один автор, которого вы можете сами выбрать. Достаточно большой список английских авторов, которые могут подойти для этого марафона. Вообще Англия — это такая страна, богатая на классиков, так что отличный способ поэкспериментировать даже будет у вас. Первый автор — это Чарльз Диккенс. Это обязательный автор. И здесь вы можете, конечно же, поиграть тоже с форматами и с объёмами, потому что у Чарльза Диккенса достаточно много произведений. И больших, крупных, и каких-то поменьше. И есть даже детское произведение про Оливера Твиста, по-моему. Я вот думала, кстати, его взять, но потом подумала, что всё-таки я, наверное, в декабре прочитаю его какие-то рождественские повести. Не так давно я приобрела себе вот такую книгу небольшую. И здесь как раз рождественские повести Чарльза Диккенса с иллюстрациями Фредерика Барнарда. Почему Барнарда? Скорее всего, Бернарда. Ну, не знаю. И какие повести планирую прочитать я? Во-первых, мне очень хочется прочитать «Сверчок за очагом», потому что об этом произведении очень тепло отзывалась Рита и говорила, что оно очень здорово написано и вдохновляюще. Но в моём издании оно занимает 97 страниц. То есть оно не подходит, если я одно его выберу, чтобы полностью соответствовать панк-пункту марафона. Потому что одно из условий — это произведение должно быть больше 100 страниц. Поэтому я думаю, что я прочитаю каких-нибудь два произведения Диккенса. Возможно, это будет «Рождественская песня в прозе» или, может быть, «Разговор с привидением». Вот из всех здесь представленных произведений они меня интересуют больше всего. Ну, помимо «Сверчка за очагом», конечно же. «Сверчок за очагом» будет точно прочитан. И какой-нибудь из вот этих двух произведений я, наверное, возьму. Возможно, что я как раз буду читать Чарльза Диккенса в начале декабря, чтобы создать себе такую атмосферу, может быть, уже предновогоднюю, какую-нибудь сказочную, волшебную. Надеюсь, что Чарльз Диккенс меня в этом плане не подведёт. Вот, это первый автор и первое произведение, которое я выбрала для участия в марафоне. Если вы участвуете, конечно же, обязательно пишите, какие выбрали вы. Следующим обязательным автором является Дафна Дюмарье. И у меня вот такой сборничек есть, Дафна Дюмарье. Отдельно у меня ещё есть Ребекка, но её я уже читала. Очень многие захотели читать мою кузину Рэйчел. Но я знаю, что вроде как моя кузина Рэйчел немного похожа по сюжету на Ребекку. И очень многие сравнивают эти два произведения. И вроде как не в плюс моей кузине Рэйчел всё идёт. Поэтому я решила взять какое-нибудь другое произведение. Из этого сборника я уже читала «Козёл Отпущение», тоже, по-моему, в рамках марафона «Три товарища». И в этот раз я хочу прочитать сборник... сборник. В этот раз я хочу прочитать произведение «Трактир Ямайка». Посмотрим, что на этот раз принесёт мне Дафна Дюмарье. Я читала у неё два произведения. Это Ребекка и вот «Козёл Отпущение». Оба произведения мне понравились. Они произвели на меня интересное впечатление. Мне показалось, что Дафна Дюмарье действительно уже классический автор. Автор очень психологический. Так, знаете, нагнетает она всегда саспенс. И в целом интересно читать всегда её произведения. Они такие захватывающие, мрачные, загадочные. И надеюсь, что «Трактир Ямайка» меня тоже не подведёт. А вот «Мою кузину Рэйчел» я прочту, думаю, уже чуть позже, когда у меня впечатления от Ребекки немного померкнут. Чтобы не сравнивать эти два произведения, составить какое-то отдельное мнение именно про этот роман. Очень меняется свет. Солнышко то заходит, то выходит. У нас вообще супер странная погода. В принципе, такая золотая осень. И не очень холодно. Но при этом ураганный ветер уже дня 2-3. И ночью была такая гроза. Я думала, у меня окно вот так выдавит. И дождь ворвётся в мои пенаты. И всё тут разрушат. Но возвращаясь к Дафне Дюмарье, я выбираю «Трактир Ямайка». Достаточно небольшое произведение. Вроде как что-то там будет такое загадочное. Ну, хватит шевелиться уже. Опять люди будут не тем, чем кажутся. Что-то необычное и мрачное. Поэтому вот, пожалуйста, для осени, для ноября, мне кажется, вообще очень здорово должно получиться. И третий автор — это автор на выбор. И здесь выбор был так велик, я не знала, с чего начать. И я воспользовалась списком, который был у Алины в описании к её видео. Неполный список авторов, которые можно выбрать для этого марафона. И взяла там Клайва Стейплса Льюиса. Это английский писатель. И я совсем недавно приобрела себе эту книгу. И знаете, когда ты что-то приобретаешь, и она стоит у тебя на полках, и как руки тянутся прям взять что-то новое, несмотря на то, что у меня куча книг, которые мне хочется прочитать, и которые отлично подходят под этот марафон, может быть, я и так их возьму, я не знаю. Я сейчас планы вообще не строю, потому что моя работа настолько внезапная, настолько не... Как сказать? Господи, все слова из головы вылетели. В общем, не даёт мне стабильного какого-то графика пока, поэтому очень сложно что-то строить, какие-то планы. Но я думаю, что такую крохотулечку я точно прочитаю. И здесь необычный сюжет. Насколько я понимаю, это письма. Письма беса своему племяннику, который в данный момент занимается работой по, можно сказать, совращению, растлению души некого человека. В общем, как-то так. И они достаточно с юмором написаны. Очень необычный такой формат. Это вроде как и эпистолярный жанр, но это и насмешка над обществом того времени, над его нравами. И при этом, насколько я знаю, сам автор – это теолог и философ, поэтому его книгу на данную тему будет очень интересно почитать. Хотя многие писали мне, что это достаточно скучно, но это меня не пугает. Вот я выбрала вот такую книгу для марафона. Это действительно классический британский писатель. И очень надеюсь, что книга мне понравится. И, резюмируя всё сегодня сказанное, я, конечно же, буду пытаться дочитать все книги, которые взялась читать. Обязательно прочитаю книгу Рея Брэдбери, вторую часть Горливудской трилогии, потому что мне хочется закрыть марафон. И, в принципе, я очень люблю Рея Брэдбери. Уже буду делиться своими впечатлениями с вами в прочитанном будущем. И также я дочитаю одну книгу, которая необходима мне для того, чтобы поучаствовать в некой активности, которая будет в ноябре. Следите за каналом, за моим и за некоторых других блогеров, потому что там что-то грандиозное у нас планируется. И я очень рада, что я являюсь частью этого действа. И, конечно же, я буду участвовать в марафоне девочек. Обязательно следите за их каналами. Я оставлю все ссылки в описании. На их видео, которые анонсировали марафон, чтобы вы посмотрели, какие книги выбрали они. И я выбрала вот такие произведения. Это Чарльз Диккенс и его «Сверчок за очагом» и, может быть, что-то еще из рождественских повестей. Также Дафна Дюмарье и ее «Трактир Ямайка» и Клайв Стейплс Льюис «Письма Балавута». Очень сложно выговаривать. Клайв Стейплс Льюис для меня почему-то сегодня. Вот такие книги я выбрала. Очень надеюсь, что это видео показалось вам интересным. Небольшое такое подведение итогов, наметки, планы на будущее, чтобы вы понимали, что у нас будет дальше. А дальше будет достаточно много прочитанного, как мне кажется. Следующее видео вообще будет о покупках. Надеюсь, оно тоже вам понравится. И в целом, наверное, на этом все, друзья мои. Очень надеюсь, что мое возвращение вас порадовало. Я, во всяком случае, очень рада. Я всем вам желаю здоровья, потому что знаю, что сейчас много кто болеет. Какой-то, знаете, октябрь очень тяжелый, что ли, для меня выдался. И вроде как есть радостные события, вроде как немножечко как-то депрессивно все, и не очень радостно. И работа, и как-то все сложно, в общем. Но надеюсь, что мы с вами уже скоро из этого выберемся. И мне кажется, ноябрь, а там уже и новогодние праздники, которые обычно очень много хорошего настроения дарят. Да и в ноябре, наверное, можно себе составить, создать точнее даже, какую-то атмосферу, может быть, более радостную. Но осень как-то по всем ударила. Очень-очень неожиданно. Надеюсь, все мои коллеги тоже выздоровеют. И я, наконец-то, не буду за них работать. Это было бы очень здорово. Всем вам хорошей недели, потому что это видео, скорее всего, выйдет в понедельник. Хотя я обещала вам, что оно выйдет еще на прошлой неделе, хотя бы в конце. Но я ничего не успеваю, ребята. Очень прошу вас за это прощение. Мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!